День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Waking Mars. Waking Mars сейчас выбралась из Greenlight и доступна на Steam. Итак, что же такое Waking Mars? Знаете, я поиграл и до сих пор не знаю, потому что по идее это не платформер, потому что, видите, нам дали джетпэк, и платформы как таковые проблем просто не составляют. Может быть это survival, то есть выживание, нам нужно выжить в пещерах на Марсе с неизвестными существами, которые пытаются на нас нападать, нас скушать. И да, и нет. То есть, да, этот элемент присутствует, но это не самое главное. По идее, самое главное, и что мы больше всего делаем, а то есть мы просто играемся с флорой и фауной Марса. История состоит в том, что мы вот попали на Марс, зашли в пещеру и первый раз увидели растения, начали с ними играться и запустили каскадную реакцию, которая начала просто будить Марса. То есть это то, почему называется игрушка «Пробуждая Марс». Да, мы его разбудили, мы начинаем потихоньку-потихоньку пробираться дальше. Чем еще может быть игра? Эта игра может быть просто рассказом, а то есть рассказом с геймплейными элементами. Но здесь, с одной стороны, это интересно, да, конечно же, полетать туда-сюда по Марсу, посмотреть, что где есть, как это получается. Иногда есть пазлы, иногда есть выживание, но в основном сконцентрироваться на сюжет. Но, скажу вам честно, такую ненависть к героям, а то есть, ну, помимо моего главного героя, я еще никогда не ощущал. А то есть помимо нас в игре участвует робот, который нам постоянно подсказывает, я не знаю, как его выключить. И девушка, которая тоже, по-моему, она в нас влюблена, и она хочет, чтобы мы как можно быстрее вернулись на базу. Но первое, я радуюсь каждому моменту, когда я ее не слышу, и второе, я радуюсь каждому моменту, когда она перестает говорить. Это, господи боже мой, я надеюсь, что я никогда не вернусь на базу. Как это может? Ааа, мой мозг, мой мозг, как они могли это сделать? Потому что, знаете, очень большая часть вот таких вот игр, выживания или исследования в том, что мы находимся где-то. И прочувствовать вот это, знаете, то, что вот сейчас вот мы нашли воду, и сейчас течет вода, странные звуки, странные растения. Знаете, это могло бы затянуть очень хорошо и очень интересно. Но это постоянно прерывается роботом и этой девушкой. Я не знаю, что с ними сделать, как их отключить. Но это... По-моему, вот именно в этом случае меньше было бы больше. Но, знаете, я вот сейчас покритиковал игру и даже не рассказал, что мы в ней делаем, что мы здесь исследуем и зачем мы тут вообще. Итак, Waking Mars это о группе людей, которых послали на Марс после того, как на Марсе робот, который зашел в пещеру, а то есть зонд, нашел какие-то живые растения. Так, я хочу просто вызволить семечку. О, хорошо. Нашел какие-то живые растения, нас отправили за ним, и я сейчас следую по его стопам. То есть он отрывает части от себя, он ведет очень себе странно, отрывая части от себя. То есть камеры, которые оставляют в разных местах, чтобы меня провести. То есть давайте посмотрим, например. То есть вот здесь вот были вот части робота. Здесь я нашел что-то такое большое и странное, которое издает сигнал, и которое не от робота. То есть это или как что-то живое, или что-то было живым. А то есть мы находим потихоньку намеки на то, что на Марсе кто-то жил когда-то, и вот нам сейчас нужно добраться вот сюда вниз, чтобы найти еще дальше сигнал. Что случилось, разобраться. И сам по себе геймплей, он интересен, потому что это, в общем-то, расслабляет. Видите, я сейчас, пока я разговаривал, высаживал семечки на вот этих вот плодородных местах, где теперь... Так, видите, они растут. Они уже... Нет, удобрения у них нет, но у них была вода. То есть они мне дали семечки, давайте посадим кислотную семечку. Так, хорошо. И посмотрим, откроется ли дверь. По идее, должна. То есть здесь больше нету мест. Так. Расти, 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 расти. Уп, отлично. И как видите, один из пазлов, одна из загадок, это в том, что есть какие-то растения, которые не разрушаются, или это какая-то биомасса, которая не разрушается до тех пор, пока мы не построим достаточно растения. То есть не оживим эту зону. Как видите, здесь вот растение, оно спало. Теперь оно выпустило свое щупальце. Если я в него попадусь, то оно меня захочет скушать, попытается. А вот эти растения, например, они добрые, они меня лечат. Вот эта кислотная тварь, она, да, ее тяжело выращивать, но она дает очень много биомассы. И, ну, она, как говорится, она не дружелюбная. Далеко не дружелюбная. Так, давайте спустимся. О, как раз есть здесь животное, с которым я встретился совсем недавно. Это, считайте, часть большого организма. То есть где-то здесь у них есть, так, место, где они живут. Я даже не знаю, как это назвать. Норкой? Норкой. Давайте назовем это норкой. А то есть место, где они живут, и они туда относят все семечки, которые находят. Здесь у нас еще одно животное, которое мы разбудили, потому что начали выращивать растения. А оно, как видите, постоянно от меня убегает. Его можно покормить, чтобы оно размножалось, и его можно потом скармливать другим растением, чтобы получать новые интересные эффекты. А то есть, конечно же, здесь есть большая загадка или большой пазл, то есть что нужно сделать. Но все это в духе поэт-эн-клик приключения, в котором мы берем разные элементы, начинаем их тереть друг от друга и смотреть, что у нас получится. И, наверное, оно интересно. То есть это все идет рука об руку, с вот этим вот методом оно расслабляет. Можно сесть, и пока мне никто не звонит на интерком, я могу спокойно выращивать растения. Давайте вырастим, например, водяное растение. То есть у меня, как видите, есть семечки, они... В правом нижнем углу есть зеленые семечки. Это цветы, которые меня лечат. Есть синие семечки, которыми я могу, скажем так, уводнить почву, чтобы растения начали давать семечки. Например, вот здесь вот, видите, я посадил водяное растение, мне не нужно больше тратить свои семечки. Оно будет выбрасывать свои семечки. Так. Даст воду этим растениям, и эти растения уже будут тогда выбрасывать свои какие-то специальные семечки, видите, которые летают туда наверх. А то есть есть, конечно же, элемент того, что, ууу, это такой вот биом, это, как бы это назвать, это система, это сложная система, в которой растения и, в кавычках, животные, которые, опять же, на растительной базе, они друг с другом живут, они как-то друг с другом разговаривают, у них есть друг с другом дела, они друг другу помогают, друг друга кормятся. Есть вот это, знаете, ух ты, я что-то такое большое выращиваю. Но, в конце концов, стоит ли её сейчас купить за полную цену? И я скажу, что нет, господи, вот он, вот он опять вернулся. То есть он мне... Самое неприятное, что он появляется тогда, когда мне не надо объяснений. Мне хватает того, что я, видите, я смотрю, у меня есть глаза, если у меня есть глаза, я играю в эту игрушку, у меня есть руки, и, значит, я могу что-нибудь понять, было бы намного приятнее без его помощи добраться до истины. Я просто его ненавижу. Я не знаю, ненавижу я его так же, как и её, то есть она ещё не появлялась, да, но, господи, как она меня надоедает. Она в самом начале игры, я понимаю, что опять жалуюсь о них, но... В самом начале игры база, вход в пещеру. Я нажимаю не в ту направление, то есть я хочу просто посмотреть, что у нас в другом направлении, не в пещеру, а в другом направлении. Тут она сразу же, куда ты пошёл? Я... Женщина! Ай, господи, боже мой, это... Знаете, это всегда приятно, когда виртуальные герои как-то задевают, но вот такой ненависти к виртуальному герою у меня ещё никогда не было. И знаете, я предположу это просто потому, что разработчик инди, и им где-то кто-то не сказал, что, знаете, парни, это... Это слишком. Можно сделать это намного аккуратнее. Не надо делать подсказки, не надо делать, скажем так, это частью геймплея. Может быть, даже можно выбирать, а то есть, чтобы они были или их не было. Но нет, нет, нет. Ну, да. Жаль, жаль. Конечно же, игра от этого страдает, но не настолько, чтобы она стала отвратительной. Нет, знаете, и здесь есть свои плюсы. Есть интерес в том, чтобы исследовать странные пещеры, растения, как они друг с другом живут. Но это не стоит полной цены. А то есть, на скидке можно спокойно взять, посмотреть. Потому что у этой игры есть свой сюжет, есть свой характер, своя душа. И она просто, вот, например, здесь уровень, проберись, то есть, просто проберись по этой пещере. А то есть, здесь есть растения, и мне нужно как-то с ними работать, чтобы пробраться. То есть, если я просто пойду вперед, она меня захватит, вот этот вот щупальца. Поэтому мне нужно как-то их перехитрить, что-то сделать. И вот, например, я здесь, скорее всего, найду новый тип семечек. Давайте я брошу. Оп, видите, я скармливаю ей семечку. О, ага, какая-то новая семечка. Так, осторожно. Давайте я здесь встану и закончу видео. Итак, еще раз повторюсь. На полной цене... Нет, к сожалению, нет. Это, я не знаю, что только что случилось, но это было что-то такое. На полной цене... Нет, ее не стоит брать. Но на скидке, если вам интересно, знаете, вот так вот походить по пещерам, поэкспериментировать, то вполне можно взять. Она достаточно интересная. И я тогда говорю вам большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.